Девушки отдыхают Я не любила своего сына и люблю Не любила этого сына Не вры Он попал под влияние Поэтому все так и получили Скорее всего это Ирина и отец В первую очередь Скажите пожалуйста Я не могу и насмотреть Почему она брешит Я не люблю когда она врет Что она любила внука Что она любила сына Дебил такой-сякой Что ты или наврешь Как твои глаза на лоб Иногда было Я признаюсь честно Но не так как рассказывает бабушка Точно так рассказывают Было все у нас Но все таки я к нему относилась Как к сыну Я любила его Каким образом в вашей жизни Появился ваш двоюродный брат Причем вот В качестве вашего Сожителя Ну он через интернет Нашел мой телефон В смысле через интернет Ну в общем получилось так У меня сестра еще есть родная Младшая Мы с ней не виделись 18 лет Я получается вышла замуж Я из Крыма сама Приехала сюда Переехали мы Ну и мы потерялись с ней А потом сын мне помог Через интернет Ну нашел ее в интернете И написал сообщение Мой номер телефона Чтоб она позвонила Ну она позвонила Мы начали общаться с ней Ну и Валентин Наверное тоже позвонил мне И мы начали по телефону С ним общаться Почему он вам позвонил О чем он захотел С вами общаться Ее сестра жила Сразу с этим Валентином А потом она Можно я буду тебе звонить С тобой общаться Я еще Мол отбываю заключение Он вам стал звонить Еще когда был в тюрьме Да Несколько месяцев Ему оставалось Свобождение И начал звонить Мне перезванивались Мы общались С ним Разговаривали Обо всем Потом он освободился У него в Ялте Была квартира От отца Осталась Однокомнатная Они с Ириной Ее продали И он Прогуляли Пробили Звонил мне Попросил Говорит Можно я у тебя В селе куплю дом Ну чтоб ты Родственница моя Была поближе ко мне Ну потому что У меня говорит Так никого Таких нету Родных Ваш брат Приехал Купил дом Да Чтобы Чтобы быть поближе К единственной родственнице Что было потом Ирина ушла С моим мужем Старшая дочка Со мной была А младшая С ними Мы им звонили Пытались Ну чтоб поговорить Встретиться Они агрессивно К нам очень относились Оскорбляли Я даже ходила Два раза Сама туда Чтоб с мужем поговорить Ну сколько вы там Более месяца прожили Вы почему жили Со своим двоюродным братом Вы его любили Может он вас запугал Вы его любили Боялись А может он вам подарки покупал Дарил деньги Там не знаю Мы понимали друг друга По-человечески Очень Вы в него влюбились Просто очень тепло К ним относилась Я нас вела сына с ним Может Можно и так это назвать Не знаю Я была вынуждена Там остаться У меня не было Другого выхода Вы были вынуждены Заниматься сексом Со своим двоюродным братом Нет Это уже было Все потом получилось Настенька пришла и сказала Пять лет Ребенку пришла Утекла Среди ночи Поверьте Вот Вам Хрящусь Пришла Восемь часов ночи Дождь Холодина Муж ушел Ее же муж И девочка старшая И шли ко мне Дитя Спрашиваем Настенька Ты что ушла от матери Потому что Они с дядей Валей Как ты ушла Они с дядей Валей Пошли купаться А я скажу Как купаться Уместе Уместе Как Голые Голые бабушка Ну вот Что скажешь Не правду я говорю Правду Правду Нет конечно Вы говорите не правду Потому что Вы настроены против меня Очень агрессивно Почему Я для вас враг Номер один Теперь она конечно будет Просто получилось так Что когда я осталась У него жить Ну это не сразу Все случилось Ну мы как бы Он переживал за то Что Ира ушла Туда к моему мужу Что вся такая ситуация Подождите Как вообще Все это произошло Вот Вот в какой момент Вот этот вот Обмен с женами Случился Это было 6 октября Они нас пригласили К себе вечером Мы с детьми Пришли туда вечером Потом они что-то С Валентином Начали скандалить Ирина и Валентин Начался скандал Ирина разбила стул Там пластмассовый На кухне Вот Валентин говорит Ну если вы так себя ведете Идите или проветрись На улицу Или пойдите прогуляйте Ну чтобы скандала не было Они это поняли буквально Они это поняли буквально Собрались вместе И ушли Угу Бо вы выгнали Ирина Мой муж и Ирина Они ушли вдвоем В этот вечер Туда В наш дом А вы как к этому отнеслись Ирка во первых Ну а что я могла им сказать Что ты опять грешь Я им говорю Я им говорю Вы что с ума сошли Что вы делаете Ваш муж начал Жить с Женой вашего Двоюродного брата Но у них же Не было никаких Родственных связей Нет А вы почему Со своим родственником Стали спать Потому что муж Ее застал С этой Ирой Ее застали в постели Она рада была Да без памяти Как он приехал Подождите Подождите Мария Васильевна Лидочка мне сказала Ты с Валентином Спала на диване Колька как собака На половику Лидочка рассказывала Колька это В детской комнате Допрашивали их Колька Ваш сын Да Спал как собака А она с Валентином На кровати И ты мне говоришь Неправду Мы все врем Ты бросила Настю и Лиду Как собачат И меня вызывала Как попала Мария Васильевна Прошу Тварь Что значит Так получилось Не знаю Наверное я не думала В тот момент Головой своей Что я делаю В смысле Ну хорошо Один раз не подумали А второй раз Просто он относился Ко мне так По-человечески Не так Как муж относился А вас не смущало То что это Ваш двоюродный брат Безразлично Кого Хочет собака Хочет кто Вас не смущало То что Извините за выражение Люди добрые Неправда Правда Занимались сексом Присутствием Ваших детей Нет Присутствии нет Ну есть показания Детей Было Люди добрые Было Это при детях Дети Лично мне пришли Сказали Он подтвердят А то что он Людоед Ну он мне совсем Все по-другому Рассказывал Что он вам рассказывал Что в тот вечер Когда у них Это преступление Совершилось Этот его подельник Друг Который убил Эту девушку Он ему позвонил Вечером И сказал Что кто-то пришел На встречу с ним И он пошел Потом вечером Туда к нему А там уже Ну труп без головы был Да конечно Он говорил что Ну они потом Оно спалили Он отрезал эту голову И ты закрыл А пепельницу кто сделал Это его Ну подельник То есть а он К этому не был причастен Ну он участвовал в этом Когда они спаливали тело То есть он только участвовал В сжигании тела Да Это он мне так рассказал Но вас это не смутило Что вы вот живете С человеком Который способен Сжечь Труп Ну он объяснил мне это Что он очень сожалеет Об этом Что Так вот Что он Дима А вы сказали что несчастье начались После того как приехал Валентин в село А несчастье начались Тогда когда женщина Вышла замуж За человека Которого она никогда не любила И родила ребенка Которого она никогда не хотела К сожалению А потом еще родила еще двоих детей Непонятно зачем Так что это было все гораздо раньше Так она кого послухала Она никого не послухала Ваш сын был для вас нежеланным ребенком Почему это он был нежеланным Я в 17 лет его родила Как он может быть нежеланным Ну а в 17 лет Разве вы были готовы к тому Чтобы стать матерью Ну мы сошлись Коля Он армию отслужил Тогда предложил Давай поженимся Пожениться и завести ребенка Это разные вещи Ну я забеременела Когда он говорил Что может ты сделаешь аборт Ну еще мол молодые Я говорю Если я сделаю аборт Тогда у меня может не быть детей То есть я ему так ответила Ну и поэтому вы решили родить Ну да Ну мне хотелось семью Детей Как у всех нормальных людей Почему ваш тогда сын С полутора лета Жил уже не с вами А у бабушки Он с нами был Сколько с вами он жил Ну он все время жил Он просто и у нас жил И к бабушке ходил Нет, нет, подождите Ну так не бывает У кого он жил У кого он ночевал У кого он ел У нас тоже ел И к бабушке ходил То есть получается Ваш сын жил Ну по сути на два дома Ну можно так сказать У меня с ним В последнее время Были очень плохие отношения Он у меня очень плохо относился Почему? Скорее всего Наверное То что Не хотела ни бабушка Чтоб он С одной хорошо относился Что ты опять на бабушку верни Что выглядела тебе его Здорового, красивого парня А ты его достойную клетку посадила Ханка ты Вся Дмитровка Жахи Из-за какого-то Извините Перед нами сидит мама Троих детей Значит смотрите Слово мама мы сейчас откинем Это сидит женщина Которая родила Троих детей И воспитанием Ни одного из них Не занимается Злоупотреблять Спиртными напитками Родить детей И сейчас сидеть Говорить Что она своих детей любит Товарищи Она не любит своих детей Понимаете Те картины жуткие Которые я Как специалист сельского совета Какие картины Наблюдала и заболела Вы социальный работник Я понимаю Да Вы лишили вот эту Аморальную мать Материнских прав Значит я сейчас объясню Да или нет Нет Почему Почему вы подвергали Детей опасности Оставляя Вот с этой Вот с этой Да Я сейчас объясню Значит смотрите Я работаю на протяжении 14 лет У нас были случаи Скажем так И похуже Но мы эти случаи Подождите 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 секундочку Лишить родительских прав По моему мнению Это уже последняя стадия Мы стараемся Поставить этого человека На правильный путь Мы посещали С ней работал психолог Мы привлекали С социального центра психолога Мы с ней разговаривали о том Чтобы она закодировалась И это помогало Слушайте меня Пока вы работали Ее сын Николай Из-за этой аморальной мамы Совершил преступление И он будет в тюрьме сидеть Вы понимаете? Конечно я это понимаю Так а почему вы не сделали то Что должны были сделать? Лен Скажите Ну у вас муж У вас Один Двое А потом трое детей Почему вы пили И ходили по селу К другим мужчинам? Ну муж дебил был Что вас подталкивало? Вот она и не уходила до другого Потому что у нас в семье были отношения с ним очень плохие Мы постоянно скандали Чем тебе семья поганая была? Ну развелись бы и начали бы новую жизнь Мне некуда было идти А я-то нашла куда сразу уйти И сейчас нашла Ты бросила двух детей Нашла куда уйти Я сама выросла без родителей Я думала что пусть лучше дети в семье А это правда что Вы написали заявление в милицию Сказали о том что Я написала заявление что произошло убийство Я не именно на сына написала А откуда вы знали что произошло убийство? Об этом мне сказал мой муж Это когда мы пришли 14-го числа вечером И что ты врешь? Ты же там была Ты же там была Что ты врешь? Да, я была там Что ты врешь? Я была там Была там Ты что не могла к Кольке пойти сказать что поразнял ей? А ты пришла как извини за выражение Неводяйка Заховалась и сидела А тогда ты пошла в милицию вызвала И написала на их заявление Ты хотела Ты хотела Ты сказала нам Что я зашожу всех троих А тогда буду ходить в дом Говорила? Я вам лично это говорила Все ты говорила Все Я вам лично этого не говорила Ты не помнишь потому что ты вечно О Ходила Да Подождите А это правда что вы были в доме где происходило убийство? Да И? Мой муж меня избил тогда в тот вечер Головой отчет Ах ты брехуха Ирине он сказал Чтобы она сидела меня охраняла Чтоб я никуда не вышла Пока они там совершали это все преступление Потом они меня закрыли в подвале Я сидела там 4 часа Не знаю что они там делали А потом 3 дня не выпускали меня из дома Чтоб я не могла никуда выйти Кто вас не выпускал? Муж и Ирина Подождите Стоп-стоп-стоп Подождите 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 Пусть не бьет Хорошо Но я ее сейчас прибью тут Не надо Сейчас на слово Прибью Я за ей За внука Я ее раздеру напополам Я вот клянусь Я что хотела уйти Я не могу терпеть Я ее не допущу до детей Мы для этого собрались Чтобы разобраться Расскажите Они вдвоем вышли Муж и сын Вышли туда на улицу К Валентину А я зашла в коридор Вышла Ирина из дома Она меня получается толкнула У нас такой порог небольшой И она назад попятилась И упала И тут заскакивает муж И ногой мне сразу в глаз ударил Потом взял за волосы И об стену начал бить Почему? Зачем? Наверное, чтобы я не могла Никуда не пойти Ничего не знаю Хорошо, что было после? Потом он этой Ирине говорит Сиди, говорит ее охранять Чтобы она никуда не вышла Из коридора Ну, а я бы все равно Никуда не вышла Потому что он мне головой Об стену ударил У меня За поморочью не было О, врет Что было потом? На ходу Ну, потом они там Я слышала Они там Наверное, драка была Или что-то Вот у них Ну, возня Я не видела сама Что слышали? Ну, возня какая-то Ну, криков не было Ну, видно, как драка была Наверное Уклала спать, да и все А потом я услышала Как волокут Вот как тело получается Он был обут в таких Берцы называются они Вот И у нас там Как щебенка немножко И когда они волокли его Ну, звук характерный слышно Лена, что ты брошешь? А почему вы говорите они? Вы откуда знаете? Они... На улице Ну, самому, наверное, тяжело Тело тащить Наверное, вдвоем Что было потом? Потом муж зашел Открыл подвал Говорит, залазь быстро туда В подвал Ну, люди добрые Вы ее верите, а? Машинка стиральная Машинка стиральная У нас такая квадратная Машинка есть То есть вы залезли в подвал Дверь в подвал Закрыли стиральной машинкой Да Дальше что было? Три часа побыла? Ну, его не было, наверное, где-то Она не вылезла оттуда Может, сорок полчаса Потом он пришел Залез в подвал Начал, там меня тоже еще бил Оскорблял Муж ее загнал Муж как тряпка И она еще Говорю, что вы, говорю, сделали с Валентина Говорю, вы, что, говорю, убили его, что ли? А он говорит Да, говорит, но его, говорит, убили А если ты будешь, говорит, вякать И тебя, говорит, убьем Боже, Лена, это даже смешно слушать Я вам честно хочу сказать Никак не смешно С чем ваша встреча с мужем в подвале закончилась? Да, она спала кашу Он, видно, пожалел меня И выпустил? Ну, сказал, вылази Говорит, иди умойся И будешь в доме сидеть А когда вызвали милицию? В понедельник Через сколько дней после убийства? Через три дня Что вы эти три дня делали? В доме сидела У них в доме сидели? Да, я первые два дня вообще очень плохо себя чувствовала То есть вам первые два дня было тяжело Из-за того, что вас ударили головой И потом А почему вы вообще вышли из этого дома? Почему перестали бояться? Я утром сделала чай Ирине говорю Я выйду в коридор Хочу воздухом подышать Потому что я уже три дня в доме И они там курили в доме Я хочу воздухом подышать Несет, что не положено И вышла Но она за мной не вышла А у нас, получается Там на заднюю дверь Когда выходить Там пустой двор Дом разрушенный И я выскочила И побежала к соседке По вашей версии Валентина убил ваш сын и муж Да Сегодня у нас в студии Есть судебный эксперт Владислав Седня Вы услышали Как это все произошло Услышали несколько версий Скажите, что думаете об этом? Что касается Обвинений Выдвинутых против Вот 18-летнего хлопца Он характеризуется Как очень спокойный Вежливый Аккуратный И в то же время Как скрытный Здесь Это прозвучало Несколько раз О том, что он скрытный Такие люди Склонны накапливать И подолгу накапливать А в какой-то момент Все, что они накопили Вырывается наружу Мальчишка Действовал То, что называется По аварийному сценарию Сорвался Сорвался пацан Вполне На ваш взгляд Почему ваш сын Это сделал? Потому что ему стыдно Уже было Потому что Мы настроили его против Из-за мамы Кто настроил? Ирина Муж мой То есть вы считаете Что вашего сына Настроили И сделали это Ваш муж И бывшая жена Валентина